В сезон кабачков из них можно делать что угодно. Можно делать икру, можно делать оладьи, можно просто их жарить с овощами. А сегодня мы будем делать кабачки, фаршированные мясом. Нам понадобятся кабачки, мясной фарш, специи понадобятся. Я обычно беру соль, перец, кориандр, рис и аджика. Для фаршировки я беру обычно кабачки среднего размера, чтобы в них было еще не очень много семян и они уже были достаточно большие для фаршировки. Фарш. Фарш можно брать любой. Я взяла фарш, который состоит на 60% из говядины и на 40% из свинины. Но вы можете брать и индейку, и курочку, и свинину, и говядину. Любой мясной фарш. В этот раз я сделаю очень простую начинку. То есть будет мясной фарш и рис. И мне этого будет достаточно. В принципе, можно иногда что делать? Обжарить лук и морковку. Можно иногда добавлять даже перчик. Но в этот раз будет рис и мясной фарш, и это будет вкусно. Что я делаю с рисом? Рис я промываю холодной водой и заливаю на 5 минут кипятком. То есть я его не варю. Кабачки я буду нарезать крупно. То есть я отрежу хвостик, отрежу верхушку. Кожу я не счищаю. У меня хорошие кабачки. И я их разделяю на 4 части. То есть я буду фаршировать. Такие вот крупненькие они у меня будут. Вот так вот каждый кабачок я сейчас на 4 части разрежу. В каждом кабачке я достаю сердцевинку. Просто ножиком вот так вот прохожусь и достаю сердцевинку. Сердцевинки я не выбрасываю. Я их обычно тушу вместе с кабачками. Чтобы фарш был мягче, хотя тут я уже добавила свинину, я всегда добавляю воду. Вымешиваю фарш отдельно с водой. Потом добавлю рис. Рис я, как я говорила, запарила на 5 минут кипятком, промыла, посолю, поперчу, добавлю кориандр. Если у вас есть время, будет замечательно минут на 15 этот фарш поставить в холодильник. Добавляю кориандр. Я беру где-то пол чайной ложечки кориандра. Добавляю соль. Тоже где-то. Ну, даже меньше. Вот пол чайной ложечки соли. У меня здесь 400 грамм фарша. На мои 4 кабачка я взяла 400 грамм фарша. И добавляю перчик. Всё. Ещё раз замешиваем фарш. Яйцо я не добавляю. Кабачки я буду тушить в большой сковородке на газовой плите. На дно сковородки добавляю водички немножко. И сейчас начиняю кабачки мясным фаршем. И так плотненько их укладываю. В каждый кабачок закладываю сюда мясной фарш. Утрамбовываю. И друг в дружечки их ставлю. Все кабачки зафаршированы. Вырезанные сердцевинки я укладываю между кабачками. Буду добавлять водичку, но немного. Почему? Потому что вы знаете, что в кабачках много воды. И вот эти сердцевинки, всё это даст овощной сок. Воды добавляю немного. Максимум до половины высоты кабачков. Максимум. И ставлю на огонь. Воду я добавила ровно до половинки. Накрываю крышкой. И ставлю на большой огонь. Как только закипят, огонь уменьшу. Они будут тушиться на слабом огне. Суммарно я запекаю кабачки минут 40. Вот прошло уже 30 минут. Я сейчас кабачки присолю сверху. И добавлю аджику. Будет очень вкусно. Аджика у меня такая очень острая. Поэтому я по чуть-чуть кладу. И ещё накрою крышечкой. Они минут 10 прокипят. Кабачки готовы. Тушила я их 40 минут. Сейчас самое время их попробовать. Давайте посмотрим, какие на разрезе получились кабачки. Видите, мясо пропеченное. Кабачок готовый. Мягенький. То есть 40 минут вполне достаточно. Вот такой простой рецепт фаршированных кабачков я вам рассказала. Блюдо быстрое. И блюдо очень вкусное. Так что готовьте и получайте удовольствие. Кабачок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»